Среди любителей домашних животных существует такое понятие, как мода на ту или иную породу. Если недавно самыми популярными считались шотландские кошки, то сегодня им на смену пришли брутальные мейн-куны. Несмотря на грозный вид и внушительные размеры, представители породы очень привязаны к хозяину и славятся своим ласковым характером. Животные, знаете, живут как члены семьи достаточно. Они, хотя на вид кажутся большими, крупными, даже взгляд очень агрессивный такой бывает. Но, как я всегда всем говорю, внешность не соответствует действительности, потому что по характеру настолько они ласковые, активные, любят играться, гладиться. Любовь моя с первого взгляда была к этой породе. Курильский бобтейл – аборигенная российская порода. Представители этого вида легко отличить от остальных. У них очень маленький хвост. Питомцы Евгения Чекина имеют титулы чемпионов в своей породе. Кошки вообще добродушные, ну, очень преданный хозяин. Причем понимают команды, то есть такие вот общительные. Всего в каталоге международной выставки кошек 90 участников. Это сиамские кошки, курильские бобтейлы, шотландцы, бенгалы, мейн-куны и многие другие. Выставка «Зимняя сказка» имеет статус международной и соответствует стандартам Всемирной Федерации кошек. Все люди, которые занимаются разведением кошек, они, конечно, на выставку приходят с определенной целью, чтобы кошку посмотрел эксперт, оценить ее породные данные, использовать ее в разведении, эту кошку, либо не использовать в разведении, то есть выяснить для себя какие-то вопросы. Выставки кошек проходят в двух форматах. Первый – это анонимное судейство, когда животное проходит процедуру оценки, по итогам которой составляется описательный лист и присваивается титул. И второй формат – это формат рингов. То есть есть ринги монопородные, то есть как бы ринг одной породы, где соревнуются животные одной породы. Есть так называемые ВЦФ – ринги взрослых животных, где присутствуют только взрослые животные, домашних животных, костратов, молодых, ринг молодых. Посмотреть на пушистых питомцев пришли соровчане от мала до велика. Некоторые кошки даже шли на контакт со зрителями и давали себя погладить. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.